Девушки отдыхают 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 Это попытка сборной киджи. Второй номер киджейцев. Ливани Боттия. Ливани Боттия совершает первую попытку в этом матче. Насколько ценен даже один человек на поле, один лишний игрок, который у тебя появляется после удаления в команде соперника? Ну, давайте расставим 7 игроков. Каждый игрок через 10 метров по ширине поля стоит, да? Потому что не более 70 метров ширина ради него поля. Ну, здесь в Лужниках пусть 69, примерно 68. В среднем почти 10 метров. Вот кусок 10-метровый у вас открытый. Или с краю, или в середине, или где-то. Соответственно, игроку, который бежит со спринтерской скоростью... Довольно легко эту свободную зону занять, в нее ворваться и... А, кстати, посверился я с протоколом. Адам Ворон получил двухминутное наказание. Это девятый номер сборной Уэльса. И вот такая цена наказания со стороны сборной Фиджи. Семь очков. Семь очков. Она показывает радостных болельщиков сборной Фиджи, которые хорошо, что не с узелами какими-нибудь, а просто с такими надувными хлопушечками, которыми они друг друга и свою команду подбадривают. Был игра вперед со стороны сборной Уэльса. И сейчас... О, сборной Фиджи, прошу прощения. И в назначаемую складку будут вводить мяч в алице. Ну, тут на оправку формы со стороны Адама Томаса судья уделил несколько секунд, остановив секундомер основного времени. Ну, и сейчас все, секундомер запущен в обратный отсчет от 7 минут к нулю. А сборная Уэльса длинным ударом уводит мяч на территорию во владение Фиджи. И здесь сейчас нужно уже сыграть одного один в один, не дав им разогнаться. Ну, закрепились. Вот здесь пока закрепились, но мяч в ногах там в раке у фиджийцев. И сейчас... По-прежнему в меньшинстве сборные Уэльса играют. Они шестером. Здесь, да, пасперед. Пасперед. Пасперед не потребовалось даже арбитру встречи, а это специалист из Новой Зеландии Джеймс Макфолл. Не потребовалась ему помощь бокового помощника. Он увидел явно, что пас вперед и быстро это все зафиксировало, остановив атаку сборной Фиджи. Но торопятся фиджийцы, понимая, что в тот момент, когда у них была возможность для атаки, они имели численное превосходство. Сейчас уже команда играет в равных составах. Да, этого превосходства нет. Выставили валийцы и хорошо оборонялись. Вообще, знаете, нравится мне валийская команда. Не могу сейчас прогнозировать исход этого матча. Но то, что играют они в хорошее, добротное регби, мне просто импонирует. Заброс мяча назад получается. Ничего страшного тут, в общем-то, все в пределах правил. Ногой показал, что хочет пробить ногой, думая, что обманет двух фиджийцев игрок сборной Эльса. Но мяч сохранил. Правда, фиджийцев не купил на такой простенький прием. Здесь чуть-чуть повезло сначала сборную Эльса, потому что потеряли они мяч. И такой отскок грозил перейти в контратаку сборной Фиджи. Но валийские духи, которые незримо витают тут, наверное, над сборной и над Лужниками. Мне кажется, тут столько духов, с учетом стран Океании, с учетом Новой Зеландии и всех остальных. Мы их ощущаем. Не только регбисты сражаются, но и духи. И духи сражаются, да. А знаете, вот уже интересный факт, что все, ну, скажем, национальные логотипы сборных регионных команд в мире делятся всего лишь по двум принципам. Это флора и фауна. А других никаких нет. Вот когда, ну, когда, скажем, сборная Новой Зеландии выбирала свой талисман, вот эту веточку, да, которая символизирует сборную Новой Зеландии, это было давно. Сборная России в последние десятилетия выбрала себе как талисман медведя, да, ну, что для нашей страны, в принципе, предсказуемо. А сборная Уэльса в этот момент, когда я рассказываю о логотипах, сделала походку к фиджитцам и приблизилась на пять очков. Вот смотрите, видите. Ну, вот здесь фиджитц нерасторопно действовал, склонился он над мячом и не сумел его зафиксировать. И этот отскок очень грамотно подкараулил соперник. Да. Ну, как говорят, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. И вот здесь как раз Уэльсы были порасторопнее, вот этой ошибкой хорошо воспользовались. И сейчас реализация, правда, не точная. И 7-5 впереди Фиджи. На минимальное расстояние приблизились Уэльсы в концовке первого тайма к фиджийцам. И по-прежнему сборная Фиджи впереди. Вот как раз флора и фауна. Да. В лужниках бабочки прилетели понаблюдать за героем Фиджи и, соответственно, сборной Уэльсы. Вы знаете, Дмитрий, какой к вам вопрос? Если мы коснулись таинственных духов и прочей фантастики, прочей эзотерики, используют ли сборные из Африки, из Океании шаманов? Возят ли они с собой шаманов? И есть ли у них какие-то ритуалы перед играми? Помимо танцев Хака в Новой Зеландии? Ну, я не видел, я не видел и не знаю, но вот и шаманов не встречал, правда, вот здесь. В лужниках их точно не видел. Может быть, где-то они их тайно прячут, там. Может быть, какие-то фетиши с собой привозят, которые тоже в раздевалках. Но могу сказать так, например, что сборная Новозеландии, которая визитной карточкой, которая является как раз танец Хака в разных проявлениях, там, более воинственным в варианте капо-панга, например, там, да, или в более миролюбивом, когда они не показывают жестом, что они горло перережут там сопернику, да, но языки высовывают практически до основания, тем самым устрашая своих соперников. Так вот, были случаи, когда, правда, это больше относится к регби-15, когда принципиально запрещали новозеландцам танцевать Хаку, организаторы, там, скажем, соревнований, я помню, это было в Уэксе, когда им сказали, нет, у нас времени нет, у нас телевизионная картинка, у нас реклама, вы не успеете танцевать, у нас нет этой минуты, там, с небольшим на ваш танцы, поэтому мы вам запрещаем, заранее предупредили. Ну, что сделали новозеландцы? Они просто вызвали солнечную группу в раздевалку, и перед матчем, перед выходом на трибуну станцевали Хаку там. Это пошло в картинку потом на Новую Зеландию, все было исполнено, все ритуалы, и потом дали продышаться по мурбалейцам, по полной программе, за такие вот околоспортивные, скажем, действия, которые совершенно... Идут в разрез с традициями. В разрез с традициями, да. Хотя, знаете, не все команды любят, конечно, ну что, вот команда стоит напротив, а тут какие-то воинственные ребята бьют себя там по ногам, по бедрам, по плечам, по груди, и там что-то еще злобные выкрикивают, хотя сами к плене мало ли не все относятся. Но многие команды выбрали свой стиль поведения в это время, скажем, они встают в линию, сцепляются друг с другом руками, и медленно, шагом так начинают на новозеландзах надвигаться, молча, делая суровые лица. Все это интересно смотреть, все это безумно нравится болельщикам. Жаль, конечно, что формат Рэгби-7 не проразумевает вот такие вот, вот такие вещи. Да, и сейчас хороший будет проход шестого номера по левому краю вдоль боковой линии, и зацепили его за майку, положили на газон, он отмечал, успел освободиться, но потом атака. И как хорошо сыграл, и замечательно просто сыграл. Алекс Мэббор просто буквально сейчас вытаскивает за уши сборную Эльса из той неглубокой ямы, в которой они сидят с первого тайма, и вот так вот в честь кому-то невидимому, ну, наверное, все-таки какому-то валийскому духу он отдает. Благодарит за то, что неспослан ему вот этот шанс приземлить мяч за счетом поля. Посмотрите, и вроде бы захватил его игрок, и уже под ногу подсек руками, но здесь хватило ему расстояния, чтобы мяч приземлить. Насколько крепко сшита форма у сборной Уэльса? Двух человек на подцепляли за низ футболки, и она в рыбийке, и она не порвалась. Сейчас пока вернемся к рыбийкам. Гаррет Дэвис пробивал поворотом. Рыбийная форма за последние, наверное, лет 15 претерпела, конечно, такие значимые изменения, потому что чем отличались рыбийки, например, команд 20-летней давности любой страны? Это был белый отложной воротничок. Три пуговички тут, две, по-моему, пуговички или три, да, ну, это на рубашку пола похоже было, да? Майки были широкие, майки были из ХБ, рукава были широкие, в отличие от новой формы, которая, так сказать, подогнена уже почти... Не то, что велосипедки, но более-менее похоже на это, да? Да и само регби изменилось за это время, если раньше позволялось, например, игрока при захвате раскрутить за форму, как молот практически, да, там, и это не считалось, там, каким-то нарушением давние годы уже. То есть сейчас игра более жесткая, игроки более мощные, и вот... Ах, как хорошо сигнал полиция. Еще один вопрос, двое на одного выбегает полиция. И это фокус, ну... Это попытка, третий номер сборной. Уильямс, Ли Уильямс, однофамилия знаменитого валидца Шейна Уильямс, игрока сборной по регби-15, ну, замечательного игрока, уже, правда, возрастного, который уже практически карьеру в сборной закончил. Вот его однофамилия, Ли Уильямс, смог сейчас совершить попытку, а вот здесь вот в момент паса... Давайте посмотрим, не пенек ли это был, есть такой термин в регби. Ну, практически, я бы сказал, что это пенек, потому что левым плечом сбивал своего соперника Фиджейс. Я бы, знаете, я бы здесь наказал бы... Вот показывает боковой арбитр, руку вытянул с флажком. И будем сейчас смотреть за главным арбитром, что здесь происходит. Что-то с плечом. Ну, сбили дыхание, может быть, какая-то межрегульная невралгия, возникающая в таких случаях. А какие санкции будут? Нет, Фиджейсу ничего не будет. Благодарим за мужество игрока сборную Эльсу. Он, правда, уходит с поля. Сейчас надо ему восстановиться. Вот. А с мячом Гаррет Дэвис. И он попадает. Попадает, да, попадает. Попадает Баррет Дэвис. И увеличивается преимущество сборной. Вот вам за неспортивные отношения. Да, вот за такие пеньки, пожалуйста, мы забьем вам реализацию. Что такое пенек, чтобы было понятно? Игрок должен встречать соперника не просто плечом, а рука должна быть поднята на уровень плеча. Должен быть хотя бы в обхват идти, да, игрока. Просто так встречать боком нельзя. Вот. Поэтому за это дается штрафной. На мой взгляд, здесь все-таки было нарушение. Но почему-то вот арбитр даже с условием того, что оказывали помощь, игроку он был заменен, никаких санкций не применил. А, кстати, в регби существует, знаете, такое отложенное, скажем так, наказание, да. Потому что просмотровая дисциплинарная комиссия, которая рассматривает каждую игру, вполне, знаете, что-то упущенное из вида, ну, оставленное без внимания арбитром. С задним числом может набросить некий штраф. И игрок может даже в матче. Может набросить дисквалификацию, да. В регби 7 это меньше практикуется, а в регби 15 сплошь и рядом есть. И, мало того, это в российском чемпионате используется по полной программе. Вот, поэтому не советую игрокам втихаря что-то делать, без внимания не останется. Тем более здесь, когда огромное количество видеокамер работает, и все это можно разглядеть в деталях. Близки, близки фиджийцы к зачетному полю сборной Уэльса. Две минуты 25 секунд до окончания времени этого матча, да, фиджийцы подсобрались. И уже здесь немножко, конечно, сборная Уэльса, ну, подустала, потому что отыгрывались и набирали очки. Вот что значит сборная Фиджи встретила соперника превосходящего ее. Здесь нет, хоть и выглядел красиво, да, выглядел красивым пас, который, ну, вот, если бы прошел и был хотя бы на одной линии, то это была бы очень красивая попытка игрок, который был захвачен. Так, передача, пас вперед, да, и, к сожалению, никакого результата не будет. Вот на повторе сейчас, давайте посмотрим. Игрок падает, смотрите, и раз под руками мяч передал. И здесь было движение мяча, да, и не смог Алипейт Ротни, не смог он Ротни реализовать эту попытку. Рассечение, рассечение у Ли Уильямса. Ну, я думаю, что... Замена по крови? Замена нет, уже здесь, наверное, минуты 52 уже, конечно, спешить не надо, нужно спокойно уже замениться. И сборная Уильямса все равно игровой день сегодня заканчивает. Я думаю, товарищи его по команде, мы будем стараться и без него довести матч до логического завершения. Дальний удар, отскок в пользу пока Фиджи. Хорошо слетом мяч подхватил буквально со второго отскока Фиджи. А вот здесь вот неплохо накрывают в линию. Валицы, и вот смотрите. Вот здесь перехват. Ну, здесь просто вот не повезло. В одиночку, в одиночку. Не повезло. Здесь, конечно, такого товарища... И нет, смотрите, пока еще Фиджицы далеки, далеки от зачетного поля. Сейчас, 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 уже разберутся. Ну, потому что, внимание, на Гуса бежал очень неплохо. Быстро реализовывает он еще быстрые 7 очков. Итого 14-19 уступают пока Фиджицы Уэйсу. И где-то минута осталась. Да, примерно. Может, даже чуть-чуть меньше. Вот, интересно, Фиджицы сейчас побегут. Побегут, побегут, без сомнения, побегут. Они хотят спасать этот матч. Им его нужно спасти. Но все-таки у меня вызывает радость игра валийцев. Мне нравится, как они играют. То, что фиджицы всегда хорошо играют. Ну, понятно. А валийцы, вот, четвертый, четвертый год уже являются носителем, так сказать, лучшей и самой значимой короны в мировом регби, в регби-7. Пока свои игры, мне нравится, что они подтверждают, что не случайно они выиграли Кубок Мира четыре года назад. И шансы у них на продолжение в этом сезоне есть. Другое дело пугает, что вот уже второй игрок сборной Уэльса покидает поле. По травме вместо него появляется Алекс Уолкер. 33 секунды осталось до окончания матча. Да. Ну, нужно выстоять, нужно выстоять, потому что, конечно, попытка сейчас никуда не нужна, ни с краю, ни по центру. Сборная Уэльса мяч хоть с лета и не поймала, но оставила его во владении у себя. Потому что сейчас будет назначаемая схватка, и так как остается 15 секунд сейчас, пока схватка будет устанавливаться, пока мяч будет вбрасываться в схватку, пока он выйдет там через ноги игроков. И вот уже 7 секунд, и после этого... 6,5, и совсем нет времени. И после этого нужно мяч, наверное, все-таки отправлять в аут. Да, так и происходит. Вспоминаю, стадион, московский стадион Фили, вот с таким же результатом, примерно, сборная Шотландии обыграла сборную тогда России. И мы не смогли выбить вау. Итак, Уэльс победил в 19-14 и упрочил свое место в группе. Ни одного поражения у сборной Уэльса на групповой стадии. Да, а у нас сейчас мы переходим к матчам женских команд и увидите матч в Бразилии-Фидже.